Праздник музыки, творчества и таланта в очередной раз покорил железногорских зрителей. Молодые исполнители классической музыки из Центрального федерального округа, страны СНГ впервые с Донецкой и Луганской народных республик собрались вместе, чтобы окунуться в мир высокого искусства. Мы всегда рады видеть гостей на нашей Курской земле и рады, что сегодня Центральный федеральный округ нас поддерживает. Здесь у нас мы благодарны Железногорску, благодарны, безусловно, компанию «Металл-Инвест», которые, собственно, финансируют проведение вот такого престижного конкурса, благодарны руководству Михайловского ГОКа за поддержку молодых, талантливых наших ребят. Думаю, что вот такое сотрудничество позволит нам и в дальнейшем видеть на сценах и сегодня Железногорска, и Курска, и, в общем-то, наверное, в столице наших замечательных курят. Конкурс проводится при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Александра Беглова, администрации Курской области и губернатора Александра Михайлова, Международного союза музыкальных деятелей фонда «Русское исполнительское искусство». Основной груз забот по организации и проведению фестиваля, как и в предыдущие годы, взял на себя «Металл-Инвест». Организаторы конкурса отмечают помощь со стороны компании «Иоценима» для проведения столь масштабного культурного события. Вся культура, она академическая, она неокупаема, она всегда существовала на поддержке меценатов, спонсоров, любителей, государства. Это та сфера, в которую всегда надо вкладывать, но она косвенно дает очень большой результат, и эффект гораздо больше, чем окупаемость материальная, финансовая. Потому что когда поддерживаются культуры, поддерживаются такие мероприятия, то гораздо больше насыщается интеллектуальная среда в обществе, а это дает прогресс во всех областях. Так что то, что здесь происходит, это очень важно. И действительно, Железногорск уже на карте культурной стал очень заметным. Организаторы уверены, что фестиваль высокого искусства поможет молодым музыкантам из разных областей стран лучше узнать друг друга, обменяться творческим опытом. Музыкальное богатство России, музыкальное достояние России уже с давних времен, оно является одним из главных национальных достояний. И это вообще признано во всем мире. Наша музыка, наши композиторы, наши мастера исполнительского искусства это всегда были гордость и слава России. И поэтому и язык музыки, он ясен и понятен всем. И поэтому вот те традиции, которые у нас были, их нужно поддерживать и развивать. Особенно самое главное, это, конечно, для молодежи прививать любовь к музыке, любовь к искусству, любовь к культуре, потому что действительно это очень важно для того, чтобы духовно развивалась наша молодежь. В этом году свое мастерство показывали более ста музыкантов в номинациях фортепиано, струмно-смычковые инструменты, академическое пение, духовые и ударные инструменты. Для юных дарований участие в конкурсе – возможность продемонстрировать свой талант, услышать мнение уважаемых членов жюри. Творчество – прекрасная основа для развития духовных и культурных связей, для укрепления доверия и взаимопонимания. Осознание, что в своем стремлении к покорению музыкальных высот «Ты не одинок». Искусство – это особый мир, куда не проникают бытовые проблемы. Остаются в стороне и политические разногласия. Сегодня очень тяжело куда-то выехать в конкурсы. Это очень большой обмен опытом. Они друг друга послушали, увидели и окунулись в культурное пространство России. Для нас это очень главное. И я думаю, что дальше мы будем сотрудничать. Конкурс «Золотые таланты Содружества» прочно вошел в топ-лист любимых культурных событий Железногорска. Для каждого ценителя классической музыки фестиваль дорог и близок по-своему. Как играют и поют лучшие участники фестиваля – Железногорцы услышали на гала-концерте. Меня пригласили на гала-концерт. Меня это очень приятно удивило. Будет очень радостно, что я буду выступать на такой огромной сцене, перед такой доброжелательной публикой. Крики «Браво» и оглушительные аплодисменты сопровождали каждое выступление. Исполнительское мастерство Ивана Чеваркова не оставило равнодушных словно слившись в единое целое с инструментом. Музыкант поразил публику искрометной виртуозной игрой. Завораживающим тембром, необыкновенно ровным звучанием, широтой диапазона голоса покорил зрителей и Константин Мустафаев. Слушая удивительные мелодии, понимая, что эти таланты действительно золотые. Гостеприимство горнятского города отмечено и жюри, и, конечно, участниками фестиваля. Я впервые здесь в Железногорске, впервые вообще на Курской земле. Больше всего удивил карьер этого города, поэтому это вот самое значимое, которое вот для меня. Организация, конечно, для этого конкурса шикарная, тут нечего сказать «Браво». Здесь люди очень добрые, приветливые. Это для меня, знаете, больше всего. Я первый раз здесь, в России, можно сказать. Я еще была в Москве, но не так уж. Оказывается, здесь люди такие добрые, как у нас в Казахстане. Не отличается ничем. Сам конкурс, да, мне очень понравилось. Лауреатов 8-го международного конкурса фестиваля «Золотые таланты Содружества» определяли в каждой из четырех номинаций. В рамках конкурса были вручены и специальные призы от фонда «Русское исполнительское искусство», от губернатора Курской области, администрации Железногорска и компании «Металл Инвест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова